В продолжение темы. Как еще можно повысить рентабельность сельскохозяйственной продукции? Да просто расфасовав ее по мелким партиям. Вот вам простой пример. Вот это самое обычное сено. 400 граммов. Стоит 50-60 рублей. То есть килограмм сена уже стоит 150 рублей. Еще один пример. Опилки. В таком же пакете. Полкило опилок. 50 рублей. Килограмм опилок. 100 рублей. Вспомните сейчас в репортаже руководитель сельскохозяйственной предприятия Семьянской говорил. Машина опилок, привезенная из Чебоксаров, им обходится в 2000 рублей. А здесь, если пересчитать на тонну, 100 тысяч рублей тонна. Чувствуете разницу? Всего лишь мелкая фасовка. Еще один пример. Вот такая вот небольшая коробочка. 300 граммов овса. Простой овес, насыпанный в коробочку. И больше ничего. 40 рублей. В пересчете на килограммы 120-130 рублей килограмм. Почему в этом году сельхозпроизводители овес продавали? Ну, рублей по 7, по 8. А в прошлом году по 2 рубля никто брать не хотел. А здесь 130 рублей килограмм. Еще одна коробочка. Называется «Лакомство для грызунов». 55 рублей. Примерно 100, ну максимум 150 граммов. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Внутри там вот такая вот небольшая палочка. На этой палочке, значит, овес, пшеница, ячмень, проса и травы. Все, все наше родное. Вот эта вот коробочка стоит 55 рублей. Если пересчитать на килограммы, 500 рублей килограмм. Наши злаки. Ну и вот самый популярный пример. Семечки. 100 граммов семечек. 25 рублей. Килограмм 250 рублей. Но семечками у нас в области занимается только корпорация «Сантимир». К тому же семечки еще и жарить нужно. А вот овес, овес просто насыпать в коробочку. И его стоимость сразу повышается минимум в 20 раз. Надеюсь, что все, о чем мы вам сегодня рассказали, пойдет на пользу нашим сельхозпроизводителям, на пользу нашим деревенским жителям. Для того и работаем.